1 октября в России вступили в силу новые правила Центробанка по выдаче потребительских суд. Кредиторы теперь обязаны учитывать долговую нагрузку граждан. Центробанк решил внедрить расчет показателя долговой нагрузки заемщиков, чтобы охладить рынок необеспеченного кредитования. Регулятор не раз указывал, что высокие темпы роста этого сегмента, а с начала года это уже 24%, наносят ущерб финансовой стабильности. Минэкономразвитие заявляло, что в российской экономике формируется кредитный пузырь и он может привести к рецессии. Впрочем, Банк России ожидает замедление темпов роста необеспеченного потребкредитования до 10% в следующем году, в том числе за счет мер по оценке долговой нагрузки заемщиков. Этот показатель обязаны рассчитывать банки, микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы. Это соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиентов. Взвесить свою долговую нагрузку можно самостоятельно. Для этого необходимо оценить соотношение обязательств и среднего дохода, но нет гарантии, что результат совпадет с расчетами кредиторов. Банки могут не брать во внимание неподтвержденные доходы, завышать долговую нагрузку клиента. Узнать, какой показатель присвоил банк или МФО гражданин не сможет, пока кредиторы его не должны раскрывать. По данным ЦБ, в первом квартале этого года около 15% кредитов выдавались клиентам с высокой долговой нагрузкой. 11% заемщиков или почти 5 миллионов россиян тратят на обслуживание кредитов более половины своих ежемесячных доходов. Число клиентов, которые не смогут рассчитывать на получение новых кредитов из-за высокой долговой нагрузки, может вырасти. Мы продолжим разговор вместе с нашей гостью в студии Елена Солохина, доцент кафедры финансов и кредитов Хабаровского государственного университета экономики и права, кандидат экономических наук. Елена Борисовна, доброе утро. Доброе утро. Часто можно услышать о закредитованности населения, что это такое и есть какой-то количественный показатель? Показатель такой есть, правда он немного по-другому называется. Есть показатели, которые характеризуют уровень долговой нагрузки так называемой. И в основном, если речь идет о населении, то это показатель, который называется коэффициент обслуживания долга. Он действительно рассчитывается как отношение доходов населения, физических лиц, соотнесенных к тем платежам, которые они тратят на обслуживание своих долгов. Точнее наоборот, то есть числители все наши платежи, знаменатели доходы. Ну и соответственно, вот этот показатель, он собственно и подразумевается, когда речь идет о закредитованности. Но с точки зрения макроэкономики, если говорить, есть ли какой-то тревожный уровень вот этой дроби? Вы знаете, здесь тоже ситуация не совсем однозначная. Я специально, когда готовилась к вашей передаче, посмотрела статистику по разным странам. То есть есть статистика Банка международных расчетов, которая как раз по странам показывает вот эту самую долговую нагрузку. Самые высокие показатели, ну если брать европейские развитые страны, это более 15%, 15,3-15,5, это Дания, Швеция, Норвегия. Согласитесь, это не самые неблагополучные страны в экономическом смысле. Поэтому в чистом виде сам себе показатель, сам по себе этот показатель, он, к сожалению, недостаточно информативный. Здесь обязательно надо его соотносить с темпами роста доходов населения, ну и с другими макроэкономическими показателями. Ну а что тогда насторожило специалистов Центробанка? Ведь вроде бы у нас, может быть, и не такая большая долговая нагрузка, если брать в целом по стране, но да, она растет, но страна развивается. Вы знаете, в последние годы, ну я бы сказала, в новейшей финансовой истории, в 21 веке, выдвинулась такая концепция так называемых кредитных пузырей и кредитных разрывов. Вот, собственно говоря, вот это как раз и является предметом обеспокоенности наших монетарных властей, всех регуляторов и так далее. Почему? Потому что, опять же, сами по себе эти цифры, они ни о чем не говорят. Но если эти коэффициенты начинают сильно отклоняться от некого среднестатистического значения, ну, например, за последние пять лет, то вот это уже является предметом стревоженности. И обусловлено это тем, что как раз последний кризис финансовый, да, 2008-2009 годов, он, собственно, и вылился из того, что начала расти вот эта вот большая долговая нагрузка, и именно плохие долги начали расти. Ну, здесь же, по большому счету, если вспомним 2008 год, там не только люди побежали за кредитами, это, по большему счету, это банковская была проблема? Ну, банковская как раз проблема заключалась в том, что выдавались недостаточно обеспеченные, недостаточно качественные кредиты. Даже хотя бы казалось бы, что это была ипотека, то есть обеспеченный, да, изначально кредит, тем не менее, ну, к сожалению, вот так сложилась ситуация, что не все заемщики смогли погашать эти кредиты, и вот это привело к кризису. Ну, опять же, есть же проблема в той же России отложенного спроса, что люди очень долго не могли приобрести какие-то вещи. Вроде бы как-то все, ну, уж простите, устаканилось, пошел вот этот спрос, занимают деньги. Так, может быть, как раз-таки те самые кредиты и разгоняют экономику, вот и дают тут стимул для развития, которого так не хватает. Ну, если с точки зрения теории рассуждать, то да, есть капиталотворческая теория кредита, она возникла не сегодня и даже не в прошлом веке достаточно давно, и она как раз, да, говорит о том, что кредит является тем инструментом, который позволяет оживить экономику, позволяет поддерживать расширенное воспроизводство. То есть в целом это хорошо, и более того, это не инфляционный канал эмиссии денег в экономику. То есть вы кредитом воспользовались, вернули кредитору деньги, в экономике осталась какая-то товарная масса, ну, и, соответственно, деньги ушли, да, обратно в финансовый сектор. Но, опять же, это такая теоретическая идеальная модель. То, что сегодня наблюдается у нас в стране, к сожалению, здесь целый комплекс факторов. И говорить о том, что потребительское кредитование, оно разгоняет экономику, наверное, не совсем корректно. Почему? Потому что, по мнению большинства экспертов, все-таки люди залезают в долги, ну, простите за такой же организм, да, именно потому, что им не хватает в большинстве, в основном, не хватает денег именно на текущее потребление. То есть для того, чтобы обеспечивать какой-то привычный для себя уровень жизни, они вот воспользуются именно кредитными средствами. Вот именно рост необеспеченного потреб кредитования, насколько сегодня вообще серьезной проблемой для нашей страны является? Эта проблема всегда была серьезной, потому что банки, которые выдают необеспеченные кредиты, они несут достаточно высокие кредитные риски. И здесь надо понимать, что банк – это кредитная организация, деятельность которой очень жестко регулируется со стороны центрального банка. И, соответственно, если банк выдает такие кредиты, то он должен формировать подушку безопасности. То есть, по сути дела, те риски, которые он несет в связи с данным заемщиком по необеспеченному кредиту, он должен компенсировать некими резервами денежными. И это для банков тоже не есть хорошо, потому что, по сути, эти все резервы формируются напрямую за счет доходов банка. То есть они съедают прибыль. Поэтому банки, в принципе, не заинтересованы. Как бы не выглядело привлекательным потребительское кредитование, они не заинтересованы в том, чтобы наращивать именно необеспеченное кредитование. Спасибо вам большое. Напомним, в гостях у нас была Елена Солохина, доцент кафедры финансов и кредитов Хабаровского государственного университета экономики. Браво, кандидат экономических наук.